Глава пятая. Летчик первого класса. В штабе его ожидали командир дивизии и начальник штаба. Ему вручили приказ принять для полета в сверхзвуковой самолет МиГ-17 под номером 33 и сегодня же сделать облет самолета. Своё новое назначение Николай принял с радостью. Он любил небо, очень хотел в небо и очень хотел летать самостоятельно. И вот сбылась его мечта. Он поспешил на аэродром, отыскал свой самолет и попросил механика подготовить машину к полету. Его первый полет, как и всё, что случается в жизни впервые, запомнился навсегда. Отрываясь от земли, он пел. Пел громко и от души. Его пение нарушил голос диспетчера в наушниках. «Тридцать третий. Перестаньте петь. Соблюдайте тишину и слушайте команды с земли». Но Николай не мог удержаться. Он продолжал петь, правда теперь только в уме. Почему и прослушал некоторые команды руководителя полетов. И получил за свой первый вылет выговор. Выговор за невнимательность к командам с земли. Он не мог иначе и потом. Как не петь хвалебные песни Богу, который исполнил его заветное желание летать. Он полюбил самолеты и небо на всю жизнь. Это была его стихия. В небе он чувствовал себя к Богу ближе, чем все остальные люди на земле. И был в такие минуты самым счастливым человеком. Ну как тогда не петь? И он пел, забывая, что его нестройное пение через микрофон звучит по всему аэродрому, за что получал взыскание. А однажды даже гауптвахту. Через год командир дивизии вручил ему звено, в которое входило три самолета, присвоив ему очередное воинское звание. Это звено в короткое время стало образцовым в мастерстве, морали, поведении и умении дружить без соперничества и эгоизма. К этому следует добавить, что двоих из звена звали тоже Николаями. А третий через непродолжительное время изменил свое имя Илья на Николай. И когда, глядя на полеты этого звена, спрашивали, кто это в воздухе, диспетчер отвечал – Ники. Так и стали называть это звено – Ник. Николай решил достичь высот в летном деле, стать летчиком первого класса. Для этого нужно было, кроме умения первоклассно летать и сдачи экзамена, иметь необходимое количество полетных часов. Он стал просить командира увеличить ему вылеты и время пребывания в воздухе, чтобы поскорее набрать количество полетных часов. Командир согласился и даже с удовольствием. Таким образом Николай стал летать ежедневно и подолгу, днем и ночью, в туман и дождь, со слепым взлетом и посадкой, с выполнением фигур высшего пилотажа, бочки, мертвые петли, штопор, катапультирование со спецснарядов, прыжки с парашютом он выполнял уже без ошибок. По словам генерала, летным делом Николай овладел в совершенстве. Настал день и Госкомиссия присвоила Николаю звание летчик первого класса с присвоением очередного воинского звания. Ему исполнилось 24 года. Он был самым молодым командиром в дивизии. Служба в авиации проходила успешно. Николай удивлялся, как Бог управляет его путями. Удивлялся и хорошему расположению к нему генерала. Вскоре он узнал и причину этого. Однажды генерал вызвал к себе Николая и открыл ему свой план. Он сказал, через несколько лет я уйду в отставку, на пенсию. «Дивизию я хочу передать тебе. За эти годы я доведу тебя до полковника, а генерала будешь пробивать сам. Кроме того, я нашел тебе невесту. Скоро сюда приезжает дочь начальника штаба. Она закончила университет и будет работать в штабе нашей дивизии. Вместе вы будете хорошей парой». Николай этого не ожидал. Генерал застал его врасплох и, видя его растерянность, напирал. «Так что, кроме своих полетов, еще приходи сюда ко мне и учись планированию полетов, их разборам и всей другой премудрости. И готовься встречать невесту». Николай колебался. «Нет, он не думает жениться и создавать семью с неверующей женой. Здесь у него колебаний не было. Но он очень любил летать. А тут такая ответственность в перспективе. Его душой овладела мысль. А как на все это смотрит Бог?» В тот день он сказал генералу только одно. «Я человек верующий, вы знаете, и я должен помолиться Богу, как он скажет мне». Генерал не понял и закричал. «А что, если ты человек верующий, а я нет, то это тебя замарает? Что, если я командир дивизии, то я грязный и Богу противный? Ты подумай, к 30-33 годам ты сможешь стать генералом. Говоришь, что любишь самолеты. А ты думал, на кого я оставлю эти любимые тобой самолеты? Эх ты, командир, иди, думай». И Николай пошел. Но не думать о молице. Потому что в голове у него проносились разные мысли, и ни на одной из них он не мог остановиться. Лично для Николая выбор был трудный. Он очень полюбил авиацию, но его тянуло к Божьему народу. «Генеральская жизнь? Или христианская?» «Ну почему я не могу жить по-христиански, будучи офицером? Разве это несовместимо? Разве Богу это не угодно?» Приходили ему в голову мысли. Ведь Иоанн Креститель не осудил пришедших к нему воинов и не посоветовал им бросать службу. Да и он до сих пор чтит Господа, не оставляет Его и не думает Его оставлять. С другой стороны, он сомневался, что можно жить полной христианской жизнью, находясь постоянно в казармах и среди солдат. Он понимал, что его духовное состояние без общения с верующими, без труда на Неве Божьей уже сейчас стало не то. А если это еще на десятки лет? Он вспомнил свою жизнь до армии, собрания верующих, поездки и общения с молодежью, и жизнь в настоящее время. Да, он не пил, не гулял, как прочие, не дружил с миром. Но у него сейчас одна радость – летать, одно увлечение – самолеты. А где же служение Богу? Ему на память пришли слова Христа. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфея 16, 26. И еще. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Матфея 6, 24. Николай стал в молитве просить Бога помочь ему устоять в искушении и дать ответ, как поступить. Субтитры создавал DimaTorzok